Инфакт из горячих новостей заказывали? Приятного аппетита! Масштабы и чрезмерное внимание к деталям в большом открытом мире Red Dead Redemption 2 поражает самой первой геймплейной демонстрации. И каждым новым роликом или хотя бы новостью компания Rockstar будто добивает и без того уже 10 раз превзойденные ожидания. Так вот, обнаружилось еще кое-что новое. Европейский журнал Gameplay утверждает, что мир игры адаптируется к настройкам вашего интерфейса. Например, если миникарта отключена, то персонажи при разговоре с главным героем будут более подробно вдаваться в описание местности и станут делать больше акцентов на примечательных объектах. Все это будет происходить ради полного погружения игрока в мир дичайше живого запада. Конечно же это не все. Есть сведения и о наличии индейцев в новой игре, и о том, что главный герой сможет крафтить себе снаряжение, особые боеприпасы и экипировку для охоты и рыбалки только при наличии необходимых ресурсов и только в лагере. Замутить себе вкусный ужин можно будет по тому же принципу, что и в The Legend of Zelda Breath of the Wild. А, точно, вы же не играли. В общем, блюдо готовится из тех ингредиентов, что выбрали вы сами, и эффект при его поедании зависит от составляющих. Red Dead Redemption 2 выйдет на консолях текущего поколения 26 октября. И тут же, на волне общего шума, связанного с RDR 2, не выдержала и компания Techland. Она опубликовала видео под названием «Сообщение для Артура Моргана», в котором Сайлас Грифс, протагонист игры Call of Juarez, обращается к главному герою Red Dead Redemption 2. Под пейзажей Северной Америки Грифс напоминает о том, что Артур непременно станет легендой, но он также должен знать, что легенды не умирают. Они всегда возвращаются еще более сильными. Значит ли это, что Techland задумала продолжение серии Call of Juarez? Может и не просто так она еще весной вернула себе издательские права? Что ж, поживем увидим. А пока Сапковский мечтает, на что он потратит еще не выигранные 16 миллионов, CD Projekt Red делает все, чтобы честно заработать себе денежки, кровью и потом. Прежде раскрывались некоторые косвенные намеки на онлайн-компоненты в Cyberpunk 2077, но теперь создатели Ведьмака обнародовали свои намерения о долгосрочном сотрудничестве с компанией Digital Scapes Studios. И хоть официально ни о каких сетевых режимах и слова не говорится, нам стоит всего лишь обратить внимание на специализацию нового партнера. А это мультиплеерные элементы в ААА-играх. И именно Digital Scapes работала над соревновательным Be The Zombie для Dying Light. Разумеется, есть вероятность того, что новое сотрудничество будет лишь приносить помощь в виде разработки девелоперского инструментария, производства ассетов, анимаций или боевых систем. А многопользовательские кибер-орги это наши не более чем фанатские фантазии. Но пишите, какие интересные режимы в мире киберпанка хотели бы пощупать именно вы? Кстати, забавный случай произошел на стимовских полях с одной никому на поверхность не упавшей инди-игре. Шутер про космические кораблики Evolution мог похвастаться ежедневным онлайном всего в 2-3 человека, которые в безграничном космосе, наверное, так ни разу и не встретились. Тем временем авторы, дабы привлечь немного большее внимание к своему творению, вынесли десяток тысяч ключей на орбиту бесплатных раздач, к своему удивлению обнаружив, что их ключики успешно перепродаются особо талантливыми комиксантами. Разработчикам же с этих продаж не капнуло ни копейки. В надежде покарать нелегальный бизнес, они тыкнули по кнопке «Забанить», однако случайно наказали тех пользователей, которые приобрели Evolution законным путем. В тот же час навалилась куча гневных отзывов, растущая в геометрической прогрессии, вследствие чего космический шутерок пришлось сделать бесплатным. Новость об этом разлетелась со скоростью пары кликов, и онлайн в игре поднялся до 172 тысяч. Серверы, естественно, быстро упали, но авторы не расстроились и на последние деньги арендовали новые, надеясь, что после бесплатного периода игру хоть какая-то часть из космодесантников все же купит. Хорошего им настроения! Не покидая космос, обратим взор на новую издовашку компании Devolver Digital. Observation — это научно-фантастический триллер, вся загвоздка которого состоит в том, что игрок берет на себя роль искусственного интеллекта. Задача — помочь выжившей девушке на космической станции не прекращать свое выживание. Делать это придется, подглядывая через камеры и управляя некоторыми инструментами на остатках корабля. Observation появится на PlayStation 4 и ПК в 2019 году. Страница в Steam уже имеется. Между тем, в честь двухлетия PlayStation VR, Sony выпускает для платформы виртуальной реальности новые тайтлы, среди которых оказалась Borderlands 2 VR. Сразу стоит уточнить, что кооперативный режим был изъят, но были вшиты в вождение от первого лица и замедление времени, которое отразилось даже на навыках четырех классов персонажей — Сайрен, Командо, Гансеркер и Ассасин. Вирт во второй борде начнется уже скоро — 14 декабря. И на этом все, друзья! У нас на сайте вы можете глянуть обзор Insomnia The Ark, а также напоминаем вам о конкурсе на пост автора про компьютерное железо. Все ссылки в описании, а мы продолжаем наблюдение на StopGame.ru.